Наряду с именитыми музыкантами, камерным ансамблем под управлением Башмета, участие в осеннем галоконцерте приняли и юные дарования Сочи, воспитанники музыкальной школы города, которых фестиваль поддерживает по уже сложившейся традиции. Что же касается зимнего фестиваля, то он пройдет на нескольких площадках курорта с 15 по 24 февраля. Сочи организаторы вновь привезут спектакль по мотивам произведения «Маленький принц». Также ожидается несколько премьер с участием иностранных исполнителей. Во время фестиваля присутствует какой-нибудь президент другого фестиваля, знаменитого вице-президента, там, ЗАГС, фестиваль, потом, я не знаю, турецкого фестиваля. Эти менеджеры и директора фестиваля видят, слышат и приглашают их уже туда. Не просто атмосфера, не просто море, и не просто это Россия, и им хочется. А во все это вместе еще прибавляют, они же здесь не прибавляют таких биографий, творчества, очень много. В этом есть какая-то экзотика для иностранцев. Но все это вместе их лечет. За 11 лет зимний международный фестиваль искусств стал главным культурным событием зимы в России. И Сочи в этот период действительно становится местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы. Да и само искусство Юрия Башмета находится в центре внимания мировой музыкальной общественности. Ведь именно он превратил скромный альт в солирующий инструмент. Современные композиторы специально для него написали свыше 50 произведений. К слову, Башмет наряду с сочинским фестивалем является артистическим директором 15 фестивалей в 8 странах мира. К тому же мы благодарим Юрия Абрамовича и его коллектив за то, что этот галоконцерт, он по сути дела начинает празднование нашего дня города. Потому что именно на этой неделе с 21 по 24 мы празднуем день города. Это 12 фестиваль. И за это время у нас в городе Сочи появилось очень много любителей классической музыки и вообще людей культурных, которые понимают музыку. И то, что происходит, это делает наш город более культурным, более образованным. Ну и, конечно, ментальность людей у нас меняется. Меняется в лучшую сторону. И спасибо за это. 12-й зимний фестиваль искусств стартует 15 февраля. В течение 10 дней концерты классической музыки состоятся в Зимнем театре органом в зале в Розахоле и в зале морского порта Чайка. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.